Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Михея. На очереди у нас вторая глава. Горе замышляющим беззакония и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. В первой главе озвучали обличение иудейского народа «Выдало поклонствие». Здесь другая основная пророческая тема, их две основных темы. Другая важная очень тема – тема социального неравенства, социальной несправедливости. Эта тема была очень близка пророку Амосу, которого называли пророком социальной справедливости многие экзегеты XX века. Вот здесь, во второй главе Михея, эта тема поднимается, уже она становится актуальной для пророка Михея. Пророк, как когда-то Амос обличал северян в социальном неравенстве, в социальной несправедливости, в расслоении израильского общества, о том, что пропасть между богатыми и бедными постоянно увеличивается и достигает уже угрожающих размеров. Вот здесь Михей тоже этой темы касается, и он говорит о социальной несправедливости, социальном неравенстве в своем иудейском народе. Он обличает богачей и говорит, что они утром встают на рассвете, и то, что замыслили ночью, беззаконие все свои, на ложах своих они умыслили, обдумали, они утром начинают их воплощать, реализовывать, потому что у них есть сила, у них есть власть, у них карманное, коррумпированное правосудие, которое всегда готово поддержать их богача в тяж безбедняком, и они действуют беззаконно, так как не должны поступать в отношении своих обедневших братьев. А что они делают? Второй стих. Пожелают полей и берут их силой, домов и отымают их, обирают человека и дом его, мужа и его наследие. Наследие, кстати, это Морешет тоже. Морешет переводится через наследие. «Посему так говорит Господь». Вот за все это, за эти социальные преступления, которые в обществе каждый день практикуются, за это зло, которое творится руками богачей в отношении бедняков, их ожидает суровое наказание от Господа. И сейчас пророк это произнесет о том, в чем это наказание будет состоять. «Посему так говорит Господь. Вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое». То есть такое иго Господь водрузит на шее этих злодеев, богачей, что они не смогут выпрямиться. Эта иго будет гнуть их к земле. И Господь замышляет. Вот они замышляют зло, а Господь на них замышляет зло. Он на этих богачей возложит зло, возложит иго, возложит бедствие. Здесь слово «зло» переводится через бедствие синодальным переводчикам, хотя это одно и то же слово в еврейском языке. Слово «ра» или «раа». Так вот, время это злое, потому что господствуют злодеи. В их руках вся сила и власть. И бедняк не имеет ни голоса, ни свободы действий в такой ситуации. Господь наведет это зло на злодеев, на начальников и правителей общества руками вавилонян, которые захватят город и уведут прежде всего богатеев. И сильных, и властных, и богатых людей Иерусалима уведут, и все иудеи уведут в вавилонский плен. А бедняки как раз останутся жить при вавилонянах, при вавилонской администрации. И они бедняки Амгаарец, бедняки земли Амгаарец, они останутся. «В тот день произнесут о вас притчу», говорит пророк богатеям и властителям-правителям. О них произнесут притчу и будут плакать горьким плачем и говорить, «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменниками». Пред пророком предстает картина, картина раздела наделов, наследственных уделов израильских семейств между вавилонянами, между вавилонскими воинами. Так бывает всегда во время оккупации. Но вот ничто в мире не происходит без воли Божьей. И нашествие вавилонян на иудея будет попущено Господом, будет попущен и вавилонский плен. И все это за наказание в двух основных преступлениях. Во-первых, выдало поклонствие в отвержении завета с Богом. Во-вторых, в грехе против ближнего, в социальной несправедливости. «Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом». Семейные наделы, семейные уделы тех или иных семейств, они распределялись по жребию. Мы читаем об этом в книге Иисуса Новина. Видимо, такая практика продолжалась и позднее, когда уже народ давным-давно вел оседлую жизнь в земле Израиля. В каких-то случаях, видимо, тоже бросался жребий для... И этот жребий бросался в собрании Господнем пред Господом для определения измерения тех или иных земельных наделов. Хотя наделы, они не могли размежевываться по-иному, то есть они не могли распределяться заново. Как было определено, так и есть. Что здесь имеется в виду под жребием для измерения? Имеется в виду, все-таки, скорее всего, измерение земли. То есть такая практика, несмотря ни на что она была. Может быть, богатеи и вторгались и в этом случае в закон Господень и перераспределяли землю. Перераспределяли землю. Главное, собственно, что было в богатстве израильского народа, это земля. И вот отнять у бедняка кусок земли, вспомним историю, которая произошла во времена царя Ахава, как он по наущению своей жены Иезавели отнял виноградник наследственный у хорошего очень человека, который был его соседом, был поблизости от его царского дворца. Так ему понравился виноградник, что он сказал, отдай мне виноградник, вот я тебе денег заплачу. А тот отказался это сделать и сказал, упаси меня, Господь, чтобы я свое наследство, свой родовой, свой земельный участок вместе с виноградником отдал, пусть даже царю, пусть даже тебе. И тогда Иезавель, злая царица, жена этого подкаблучника Ахава, она убила этого доброго человека, хозяина виноградника, и Ахав и Иезавель завладели этим семейным наследством. Видимо, богатеи, и не только, видимо, цари, но и другие богатые землевладельцы, они хотели еще сильнее разбогатеть, они хотели отхапать, захапать себе, отрезать какие-то земельные наделы других своих обедневших соседей. И вот это строго осуждается законом Моисеевым, это строго осуждалось израильским законодательством, но, видимо, это зло творилось в израильском народе эпохи пророка Михея, и вот бросался этот самый жребий для измерения в собрании пред Господом, и пророк говорит, ну, скоро не будете вы бросать этот жребий, и вся земля будет не вашей богачи и не вашей бедняков, а вся эта земля достанется вавилонянам. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. Что за пророки, о которых здесь говорит Михей? Это, видимо, были продажные пророки, пророчествующие за плату, за хлеб, те, которые пророчествовали богатеям, о добром, и царскому дому иудейскому, и всем вельможам, правителям Израиля, предвещали благое. Часто у пророков, у Осии, у Михея, у Амоса, и позднее у Иеремии мы слышим обличение в адрес пророков. Следует сказать, что в библейском тексте, в тексте Танаха нет термина «лжепророк», и порой очень трудно определить, какой пророк является лжепророком. Лишь, быть может, впоследствии, когда оцениваются его речи, оцениваются его деяния, можно было заключать о том, что это не пророк Господень, а лжепророк. Вот здесь, в 6 стихе 2 главы, обличаются, по всей видимости, такие лжепророки, которые здесь названы навеим пророки. «О, называющийся домом Иакова! Разве умолился дух Господень? Таковы ли действия его? Не благотворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо?» Здесь пророк озвучивает прямую речь Господа. Пророчество началось со слов «Так говорит Господь!» Ко-Амар плюс священная тетраграмма, священное божественное имя. Пророк, он прорекает божественное слово. Он не от себя говорит, от Бога. Он глашатый божественной вести, передает божественную весть. Он посредник между Богом и человеком, и народом. Так вот, народ же, который был прежде моим, звучит прямая речь Господа, восстал как враг, и вы отымаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны. Отымали и верхнюю, и нижнюю одежду богачи у бедняков. Отымали ее в судах, или просто в предвоенное время, видимо, процветал разбой. Отымали эту верхнюю одежду у бедняков и захватывали ее себе. Или просто разбойнически, или через коррумпированные суды отсуживали эту верхнюю одежду в качестве конфискованного имущества во время той или иной судебной тяжбы. Также были и другие грехи. Читаем в 9 стихе. «Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое». Трудный стих. Не совсем понятно, о чем идет речь, но речь идет в любом случае об обличении богатых, сильных, властных людей в иудейском обществе, в израильском обществе, которые отнимают украшение бедняков, видимо, тоже отсуживая в суда, и отнимая у жен народа, отнимая их даже их жилища, их дома. И обращается к ним пророк. «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением». Пророчество о жестоком, суровом павилонском нашествии. «Если бы какой-нибудь ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». В 6 стихе пророк Михея обличал своих собратьев-пророков, которые будто бы от имени Господня пророчествуют, но Господь их не посылал, это лже-пророки. И вот здесь он говорит, что они ветреники. В 11 стихе ветреники. «Ветреник» есть такое выражение библейское «иш-руах». «Иш-руах» у оси, оно тоже в частности используется. «Иш-руах» — духовный человек. В современном июрите это еще и интеллектуальный человек. Человек-духа буквально. Пророк называет таких ветрениками. «Глубь человек-духа», — говорил Осия, а Михей говорит, что эти пророки — они ветреники, которые пророчествуют ложные. И вот если бы они, если бы я, говорит Михей, вам пророчествовала Венея и Секере о том, что вы будете пьянствовать, жить хорошо, весело, сытые будете всегда, пьяные, довольные, радостные, то я был бы очень хорошо принят, я был бы угодным проповедником. Но если я хочу оставаться истинным пророком, говорит Михей, я должен проповедовать только Слово Господне. Так говорит Господь. «Ко Амар Адунай». И дальше, не прибавляя, не убавляя ничего от пророческих, от Господних слов, произносить, чего бы мне это не стоило. В этом, собственно, и состоит задача пророка — быть глашатаем Божественного Слова в любых обстоятельствах и перед всеми, перед богатыми и сильными мира сего в том числе. Ну, а для народа, прежде всего, для власть имущих, пророк — проповедник угодный кто? Тот, который проповедует, говорит Михей, о вине и секере. Но я, говорит пророк, так проповедовать не буду. Я буду проповедовать о бедствии, о плене, о поражении, о наказании, об уничтожении. Кстати, у пророка не только весть о наказании, но и весть о избавлении от наказания, весть о надежде, пророчество надежды. И там, и сям, по всей книге, встречаются эти вкрапления, все более усиливаясь к концу книги. Собственно, такая тенденция наблюдается почти в каждой пророческой книге. Пророки начинают свой... Текст пророческий начинается с вести о наказании. Чем ближе к концу книги, тем больше восходит заря надежды и завершается книга на торжественных, обычно радостных нотах избавления от наказания, прощения, восстановления, реставрации, возвращения из плена, милости Божьей, его благодеяний и наступления царства, эсхатологического царства всеобщего достатка и изобилия. Непременно, вот и здесь, в конце второй главы, эта весть уже звучит. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в вассоре, как стадо в овечем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими. И царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Казалось бы, никак эти два заключительных стиха второй главы, двенадцатый и тринадцатый стихи не вписываются в общую речь пророка. Они плохо сочетаются с предыдущими стихами, но так оно часто у пророков. Вдруг резкий совершается переход от негатива к позитиву, от вести о наказании, истреблении, к вести о прощении и реставрации. Вот так и здесь. Изначально ли так было записано? Или рука позднейшего редактора? У кого-то из учеников пророка мы не знаем. Книга дошла в том виде, в котором она сегодня предстает перед нами. И вот как единое целое, как единую книгу пророка Михея мы ее и изучаем. Иногда порой недоумеваем, почему происходит такой резкий переход, резкий поворот в тональности и в содержании пророческой речи. И вот впервые у Михея здесь, в конце второй главы, звучит пророчество надежды, пророчество о восстановлении, пророчество о возвращении из плена. И здесь даже говорится о царе. То есть здесь мессианско-эсхатологические ожидания озвучиваются. Царь их пойдет перед ними, перед пленниками, возвращающимися из вавилонского плена. А во главе их даже не царь, а сам Господь. Сам Господь во главе возвращающихся из вавилонского плена. В разрушенную вавилонянами страну евреев, иудеев. Израильтяне, остатки израильских колен будут возвращаться из вавилонского плена. Мы узнаем из многих исторических библейских повествований, из исторических книг. Книг таких, как книга Ездры, книга Неемии. Узнаем из пророческих многих текстов, из второй части книги пророка Исаии. Узнаем из так называемых послепленных пророков о том, как страна, строился город, как сооружался храм, второй Иерусалимский храм. Но ранее первые пророчества звучат и у более ранних пророков, в том числе и у пророка Михея. И путеводителем, руководителем, возвращающегося из плена вавилонского народа, будет, как предвозвещает, как пророчествует пророк Михей, сам Господь. Итак, наказание, плен вавилонский от Господа и возвращение из плена тоже с Господом. Почему же было возможным это возвращение из плена, спросит читатель Михея. Почему оно будет возможным для остатков израильских колен? Ответ простой. Мы находим его у всех пророков. Покаяние, возвращение к завету с Господом, отказ от идолопоклонства и отказ от тех социальных норм, которые не соответствовали божественному закону. Жить по заповедям Господним, хранить завет с Господом, быть верным своему Господу, не заниматься идолопоклонством, которое есть измена Господу, духовное прелюбодеяние, хранить братские отношения внутри общества, жить по заповедям закона Божия и в том, что касается отношений с Богом, и в том, что касается отношений с ближним, вот условия божественного благоволения. Народ в плену покается, он будет плакать на реках вавилонских, скорбеть о своем бедственном положении, отвергнет идолов, наладит отношения внутри своего общества, общества пленных, и вернется из того вавилонского плена уже другим народом. Навсегда он будет привит против этого греха идолопоклонства. И это будет и не только общество, свободное от идолов, но и общество более справедливое, то общество, которое строится на божественных заповедях. Обо всем этом мы узнаем из других текстов Святой Библии, из других текстов Танаха, более поздних текстов. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok